МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее в эфире город сегодня. Здравствуйте. 21 февраля отмечается Международный день родного языка. Он появился в календаре в 2000 году. Благодаря решению ЮНЕСКО о поддержке многоязычия и культурного разнообразия в мире. В Казахстане функцию развития и сохранения культуры многих народностей, населяющих страну, выполняет Ассамблея народа Казахстана. В нее входят 962 этнокультурных объединения, среди которых два десятка октябинских. Они не только проводят концерты и праздники, но через народные песни и танцы изучают язык, традиции и культуру своей исторической родины. Некоторые приходят сюда семьями, вместе с детьми и внуками. Дом дружбы, открытый еще в 2009 году, остается главной базой этнокультурных объединений. Каждому из них предоставлены оборудованные кабинеты для работы. Имеется концертный зал на 318 мест. Зал торжеств, конференц-зал, лингофонный, хореографический кабинет, студия звукозаписи и музей. Сейчас всю работу организует специально созданная при Ассамблее народа некоммерческая организация КГУ Когамдык Келесым. В нашей студии сегодня Роза Сергальна, специалист КГУ Когамдык Келесым. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Какие языки сейчас изучаются в нашем Доме дружбы? В нашем Доме дружбы, сейчас он не как Дом дружбы называется, а Дом Ассамблеи народа Казахстана, Октябрьевской области. Сейчас у нас 5 воскресных школ. К нему входят татарские, башкирские, азербайджанские, корейские и украинские центры. И вот буквально в последнее время сейчас начал работу цыганский центр и цыганская воскресная школа. Изучение языков требует специальной методики. Это и учебники, и различная литература. Где вы все это берете? Во-первых, все наши эти этнокультурные объединения очень тесно связаны со своей исторической родиной, которая, естественно, обеспечивает их и учебниками, и методическими пособиями. Поэтому абсолютно никаких трудностей наши центры не испытывают. И потом, вы знаете прекрасно, что есть у нас управление по развитию языков, с которым мы тесно работаем, тесно сотрудничаем. Вот со стороны управления тоже у нас обеспечиваются они методическими пособиями. На какие средства существуют этнокультурные объединения? Этнокультурные объединения, именно воскресные наши школы, обеспечивают их бюджет, бюджетные средства. Они держат за счет бюджета своих преподавателей. Преподаватели – это компетентные на своем уровне преподаватели, которые владеют языком, владеют культурой общения с детьми. И вот именно эти профессионалы как раз проводят, обучают учащихся. И что интересно, вот можно заметить и сказать, что нет у нас возрастных ограничений. Там обучаются и младшие школьники, и средние школьники, и даже 9-11 классы. Кто хочет знать, изучать свою историю, культуру, язык, все, кто желает, все они посещают. А вот это бесплатно или нужно платить какие-то взносы? Это абсолютно бесплатно. То есть, если я захочу вступить в этнокультурное объединение? Да, это бесплатно. Это бесплатно. Все это бесплатно? Все на бесплатной основе. А вот скажите, кто-то оценивает эффективность этнокультурных объединений? Во-первых, вот я говорила, что мы сотрудничаем и вместе работаем с управлением по развитию языков. К нам часто приходят специалисты этого заведения. Совместно с ними у нас всегда проводится очень много различных мероприятий. И вот они оценивают, например, знание казахского языка. Они не только изучают свой язык, допустим, они еще стараются и изучают государственный язык. Вот они нам помогают, конечно. Межнациональные отношения – тема очень острая. Здесь можно задеть чьи-то чувства. У вас не бывает конфликтов между этнокультурными объединениями? Вы знаете, я вообще сама работаю в Ассамблее народа Казахстана в общей сложности 7 лет. Из них я проработала в Уральске 2 года. Из оставшихся годов работала вот здесь. И за эти годы я хочу подчеркнуть, что вот у нас 18 сейчас этнокультурных объединений, да? И никогда-никогда не было такого случая, чтобы они между собою поздорили или там какие-то недоразумения между ними были. У нас всегда хорошие отношения. И что интересно, они ведь все время проводят все свои мероприятия совместно. И вот буквально недавно все они посещали Корейский Новый год по лунному календарю, например, да? Или же Масленицу они вместе встречали. Будет завтра март месяц, мы будем все вместе отмечать наурус. Поэтому у нас абсолютно нет никаких разногласий. А в нашем городе десятки центров по изучению английского языка появляется. Китайский также. А вот что касается изучения польского, украинского, азербайджанского языков, их у вас только можно выучить? Ну вот, например, азербайджанский, у нас воскресная школа, азербайджанская школа есть у нас. Они тоже изучают там свой язык, изучают культуру свою, историю свою, допустим. А вот насчет китайского языка у нас такового пока нет. Но в ближайшем будущем, я думаю, этот вопрос тоже можно будет решить. Какие планы у вашей организации в этом году? Знаете, планов у нас очень много. Во-первых, вы знаете, что недавно было послание нашего президента. И сейчас мы работаем над Рухани Жангру. Вы знаете программу, да? Знаете, наверное, самый главный вопрос – это укрепление единства и жить в согласии в мире. Вот это единственный вопрос, который, наверное, волнует не только нас, например, работников, допустим, Ассамблеи народа Казахстана или Курамдах Келесом. Это волнует, наверное, всех жителей нашей области, всего Казахстана. Поэтому вопрос в том, чтобы во что бы то ни стало сохранить у нас в Казахстане мирную жизнь. Ведь мир и согласие, наверное, это самое главное, я думаю. Ну, в завершении нашей беседы хочу пожелать, чтобы действительно мы жили в мирной стране. Всего хорошего. Спасибо вам. Всего доброго. Очень сложно сберечь языковое разнообразие при активном наступлении глобализации. Все должны знать английский. С этим уже не поспоришь. Иначе как поддерживать международные контакты? При этом, по оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно шести тысяч языков мира могут очень скоро потерять последних носителей. Главное, среди них не оказаться. На сегодня все. Смотрите нашу программу в Ютьюбе, а также в группе «Город сегодня» в социальной сети Facebook. Пишите, и мы будем всегда рады любой вашей новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова